Жил-был художник И если прошлое остается только в памяти и в фондах музея, то настоящее прорастает генами таланта в наших современниках. В семье Павла и его жены Людмилы, тоже художника, родились две девочки-близнецы, одна из которых Елена и представила нам свои работы. Вот обитие художника, достаточно просторная комната, я смотрю, специально построенная, да? Да, и светлая, и удобно писать здесь. Ну, давайте сразу переступим к экскурсии. Здесь окна, что-то схожее прямо с вашими. Котик. Эта картина писалась на академической даче. Сюжет этой картины в том, что по весне у котов романтическое настроение, и называется оно «Дуэль». Сразу непонятно, почему называется «Дуэль», но эти два хвоста мужского рода боятся за любовь и внимание этой красавицы. Вот. А так хотелось просто передать весеннее настроение, чтобы оно было так позитивное. Вот смазанные стекла. Да, с пачоками, да, это после дождя, можно сказать так. Не, ну два хвоста это вообще. А здесь, ну это кухня, можно подумать. Да, тут, конечно, там же летняя кухня, все готовят. И отражение. Отражение деревьев, да, я просто люблю тему отражения очень. Ну давайте ее немножко отнесем. Ну, так, а это, я догадаюсь, это печальный старый еврей. Да, именно так. Дело в том, что я на этой картине хотела передать то состояние, которое посещает, наполняет человека, когда он слышит музыку, когда он создает музыку. И даже если реальность. Снизу, это нижняя часть, это диптих, это реальность, это метро, например, а верхняя часть, это то, где его состояние ума, где его состояние души. То есть она специально разделена? Да, я специально, я не могла найти решение, я еще долго думала, как сделать так, чтобы разделив картину, это было уместно. И в данном случае я решила, что это должен быть диптих, это должно быть две разных картины, которые разделяют эту реальность и связывают только фигуры самого человека. А здесь он в небесах парит, а здесь грязный метро и собирает рублевки. Да, получается, что он создает музыку, и он улетает. А это картина. Тут уже другое настроение. Да, это другое настроение, это другой сюжет совсем. Я, конечно, вдохновлена своим сыном и тем, что вообще своим материнством. Да, это мой любимый сын Александр. Просто я что хотела, какой смысл я хотела вложить? Я хотела, чтобы вот эта картина, она была каким-то символом и родового дерева. Дерево, здесь образ дерева. И вот этот сын. И называется она «Вторая осень». То есть это всего вторая осень в его жизни. И вот он как бы выглядывает, он еще не очень уверен, что он не боится выйти наружу, но как бы вот это мощное дерево его всегда поддержит. Вот. Это осеннее настроение у работы. Я с недавнего времени полюбила осень, потому что пора действительно такая глубокая по своему содержанию. И вот здесь я смотрю сынуля. Да. Это тоже мой сын. Это все тот же Александр. Сколько ему? Два, три? Ему два и пять сейчас. А здесь ему где-то, может быть, два года было. Это картина о том, как мы сами можем создать себе настроение. И даже если за окном пасмурно, даже если за окном настроение не очень и как бы не способствует вот этому солнцу, то солнце всегда есть внутри нас, которое можно просто достать, когда оно необходимо, и создать себе настроение. Я смотрю, вы философ вообще-то. Я думала, что художник – это вот краски, краски там, ну, настроение лучше. А тут какие-то смыслы вы вкладываете. Да, я люблю смысл. А вот здесь, если бы я профан-гленно сказала, ну, две девушки то ли танцуют, то ли что-то. Рассказывайте про это. А это картина Европа-Азия. Это танец Европы-Азии. Вообще Растия, она же представляет собой Евразию. И вот это вот соединение как раз Европы-Азии в танце – это образы женские. У меня… Я писала свою сестру-близняшку и писала свою сводную сестру, которая несколько азиатские черты лица, и она очень шла на образ Азии. Вот так вот получилась моя работа. И где же ваша сестра-близняшка? Полностью такая, как вы? Да. Такая же стройная? Ну, художник или нет? Художник. Мы обе художницы. И у нас был даже и есть проект. Ева называется. Ева – это Елена и Валентина. Здесь как раз и речь идет о тех стандартах красоты и образе яркой, роскошной жизни, который имеет за собой последствия, не всегда желательные последствия. В общем, здесь говорят о поломанных судьбах тех молодых, красивых женщин, которые просто вышли на этот путь, но не знали, к чему это может привести. А вот эта девочка, она еще не знает. Она видит только вот эту сторону. Яркую, красочную, роскошную сторону жизни и в какой-то степени хочет быть похожей на них. И она неясно видит, потому что она как-то стеклом смазана, а голову она видит четко. И вот деньги валяются там или обратно. Это обычные, это вот эти вот мишура, которые сыпятся, да. Это как раз вот мишура, образ того, что она видит только вот эту вот внешнюю. И вот такие прям позы не очень, да. Ну, какая-то жесткая картина. Ну да, она довольно мрачная для меня картина, потому что я обычно пишу более позитивные. Ну, ее надо показывать. Вот эти вот девочки. Она еще пока нигде не была представлена, ни на одной выставке, то есть она совсем новая. И поэтому я жду ее часа. А это эскиз к моей дипломной картине «Жанна Дарк», которую я защищалась как раз в Суриковском институте. Так вот, этот эскиз я писала полгода. Казалось бы, такой простой эскиз. Но сама картина в оригинале, она 3 метра на 180 сантиметров. И, конечно, мне нужно было поставить нужную фигуру в нужное положение, в нужном цвете. Это все работа. И вот эта вся работа заняла полгода. Вот эта маленькая картина? Да, потому что последующие полгода я писала уже в формате ее, то есть на огромном холсте. Эта картина была написана в Китае, в городе Харбин. Мы жили на острове Солнце, так называлась парковая зона, куда наиболее одаренных, я не знаю, студентов отправляли, ну, можно сказать, бесплатно, потому что мы оплачивали, можно сказать, свое проживание и питание именно вот тремя такими работками. Например, вот эту картину я писала в Таиланде. На 4 месяца мы летали с сестрой в Таиланд, на остров Пхукет, и я просто поймала кадр, можно сказать. Это не был кадр, фото, но я увидела сюжет для картины, сидя за спиной моей сестры. Ну, это только глаз художника способен вот такие вот вещи. Заметить, это важно заметить, да. А это как, учит этому? Это видение, оно несколько меняется от обычного восприятия. То есть человек с обычным восприятием может пройти и не заметить какую-нибудь красоту. Мы с сестрой рисуем с двух лет, и в основном мы рисуем, даже еще раньше мы начали рисовать, потому что у нас и папа, и мама художники. И, естественно, у нас в доме были инструменты, которые помогали нам реализовываться, можно сказать. Но мама начала клеить дешевые обои специально для того, чтобы нас не ограничивать. То есть все было продумано. И мы расписывали, вот вся стена по периметру, ну, до определенного роста, была исписана всякими рисунками. Потом попросила перейти все-таки на лист бумаги, который уже ограничивал наши возможности, экспрессию нашу, и начали рисовать уже на бумаге. А потом в какой-то момент, когда я встал вопрос о том, куда поступать, я поняла, что я ничего другого не умею, кроме рисования. И это была вначале как-то вот какая-то мотивация, она была не очень мощная, но с другой стороны, когда я уже пошла в это училище и поняла, что я получаю новые знания, я могу создавать, вот технические возможности мои улучшаются, и тогда я по-настоящему влюбилась в этот процесс. А вот эта картина, ну, я вижу, что она не закончена еще, но она отличается от других, даже техниками, сколько я понимаю, какая-то расплывчатая. Да, потому что я хотела, опять же, через лотос, через цветок вот этот вот нарисовать. Он такой большой, главный здесь. Образ женщины, да. Это как? Это по ведической философии женщина, она как бы подобна лотосу. И когда женщина становится, вот это как называется, второе рождение, эта картина называется, вот когда она раскрывается, вот это как лотос. И поэтому я хотела, чтобы через изображение лотоса в отражении как бы появлялась женщина, ее образ и вот эта совокупность. Создавала образ Лакшми в ведической, как это, философии. Это богиня изобилия, богиня плодородия, богиня красоты и творчества. Ну и священный цветок, конечно. Да, 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 да. Вот такой он. Ну, а женщина сама на вас похожа. Да, иногда... Это что, установка, кодирование. Это визуализация Лакшми. Да, на самом деле, просто, когда идет, приходит идея в голову, у меня не всегда есть сразу варианты, как, кого взять в модели для того, чтобы... Но всегда под рукой есть сама я. И, конечно же, мне не надо никого и напрягать, если что. Елена, вы о модельном бизнесе не думали? Или у вас вот эта вот крышка, на которую мы смотрели эти манекены разбитые, она вот и отражает ваше отношение к модельному бизнесу? Так-то по структуре вы очень даже годитесь. Дело в том, что были предложения со стороны некоторых агентств, но не были. Но когда ради интереса просто мы с сестрой сходили туда, становится сразу понятно вот это вот закулисье. И этого было достаточно, чтобы там больше не оказаться. Ну, поэтому отчасти, наверное, этим опытом навеяна картина. А вообще жизненный опыт жёсткий был у этого плана? Нет, такого не было, потому что я же туда дальше не пошла. Ну, а разочарования-то в любви были? А, в любви? Наверное, нет. Потому что, да, были расставания такие болезненные, но всё для чего-то нужно. И поэтому я склонна верить, что всё, что не делается, всё к лучшему. И действительно, оборачиваясь назад, со временем понимая, что действительно было не случайно. И даже знаешь для чего. Сколько вам лет, если не секрет? Тридцать четыре. Ну, ребёнок и есть. Да. Но всё-таки семья в перспективе должна быть. Конечно, конечно. Потому что для меня любовь – это одна из самых значимых целей. Я про семью спросила. А семья – это обязательно любовь. Вы максималист, вы это знаете? Да, я знаю. Именно поэтому у меня 34, я сейчас одна. И вы очень эксклюзивно, то есть штучный экземпляр. Как же к вам прилепиться-то? Не знаю. Я сама не знаю. Вот это мы ещё не смотрели. Здесь два лица. Это, я так поняла, вы уже с сестрой, да? Да, это мы с сестрой в поезде. Это было практически наше обычное бутнее, когда мы учились в Суриковском институте. Мы ездили из Ростова в Москву, из Москвы в Ростов. И вот это как раз едем. И вот мысль какая? Мы ещё не знаем, что нас ожидает. Это когда в первый раз мы ехали в Москву. И только могли догадываться о том, что будет впереди. Но я вот вижу в этом больший смысл. Мне кажется, это и ваше будущее, что вы в движении. Вы вместе, но вы в движении. И вот едем, и что и как ещё не определено. Да, да. Мы постоянно в движении. Мы вот, насколько я себя помню, мы вообще всегда были по жизни активны. И сменить место жительства для нас, наверное, не проблема. Я больше скажу, не только конкретно по территории. Вы в правильном движении жизни, Елена. Спасибо. Очень была рада с вами познакомиться. Удачи в творчестве. Спасибо большое. Спасибо. Через года и десятилетия, через буераки времён и суету исходящих дней пробивается таки настоящий талант и радует нас. Своим творчеством. Желаю вам этой радости. Благодарю за внимание. До новых встреч в нашей программе «Люди на Дону». С вами была я, Татьяна Бочарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова